Радио Магнолия представляет И конспектирует Рядом со мной правозащитник Денис Бессарабов И моя соведущая Кристина Селянская Но для того, чтобы было это все понятней и легче воспринималось, это юридическая тема брака Мы будем моделировать ситуацию для наших слушателей С этой минуты я просто женщина А я просто хорошо юридически подкованный мужчина Да, и тема нашей сегодняшней программы это брак гражданский и брак официальный В чем разница и как же поделить имущество? Возможно ли поделить имущество в гражданском браке? Конечно, однозначно и поделить, и причем сделать это по-честному Будем сейчас пробовать, Денис Ну что ж, я женщина А я мужчина Предположим, мы прожили с вами в гражданском браке три месяца Ну, за это время вы купили Мерседес Конечно, не последней модели, как бы мне хотелось с 2010 года Ну, ничего страшного Машина мне нравится А вот вы, Денис, извините, не подходите характером И с этой минуты я торжественно заявляю, что мы с вами расходимся Машина оформлена на меня Вы мне характером не подходите Соответственно, мы расходимся И делить нам больше нечего Великолепно Ну, тогда будем подготавливать документы и подавать дело в суд О чем, собственно? Машина на мне Вы мне никто О том, что мы с вами жили полноценной семьей на протяжении трех месяцев Не помню такого Вы не помните Соседи помнят Друзья помнят Родственники помнят Совместные фотографии И это все можно запротоколировать, как говорится, и отнести в суд И что дальше? И дальше будет суд решать, как счастливо мы жили Вот, и все, что нажито в совместном, как говорится, проживании, то бишь в гражданском браке Будет делиться поровну Нет, Денис, я не согласна Вы мне не муж Подождите, штампа в паспорте у меня нет Что значит делить? Машина моя Согласно последнего редакции семейного кодекса Нажитая в гражданском или в официальном браке Делится все поровну Нет, я не хочу делить Мерседес Это хорошо, что вы не хотите Но есть у нас право У вас есть право и у меня есть право Подавать документы в суд и отставить свои интересы У нас есть свидетельские показания, которые я найду своих друзей, родственников, соседей Ну и масса других людей, которые перенесем их слова на бумагу Они их подпишут И эти бумажки можно будет приколоть уже к делу Подождите, подождите Вы хотите сказать, что можно доказать факт проживания нашего с вами как одна семья? Конечно У нас есть фотографии совместного отдыха У нас есть билеты О том, что у нас был одинарный номер Вернее, двойное проживание в одинарном номере О том, что у нас 10 дней мы присутствовали на Адриатическом море Или в Египте где-то Ну то есть вариантов много Так вы уже и не помните Может вы не со мной были? Может вы друг мне все-таки? Может быть я и друг Но жили мы вместе и делили одну постель А как вы это докажете? Тоже масса способов Сфотографировать само помещение Сделать видеосъемку Показать расположение кровати Ну то есть все, что можно увидеть, можно запротоколировать И дальше что? И дальше будет решение суда На основании чего автомобиль будет выставляться на аукцион Продаваться Подождите, Денис, решение суда о чем? Какое решение? Вы мне друг Это отлично Но суд однозначно примет другое решение Что мы не друг, а гражданский ваш супруг И выдаст решение, что мы с вами все-таки жили семьей? Ну, выдаст решение не по поводу, как мы и жили А по поводу имущества, которое мы нажили в этот промежуток времени С и по Будет делиться Денис, ну это каких-то несчастных три месяца Я даже не успела узнать всех ваших родственников А вы уже хотите делить со мной имущество Нажитое совместно в гражданском браке Ничего страшного Ничего страшного, даже если бы в месяц Самое главное, что вы за три месяца поняли, что я не подхожу вам характером Но Мерседес-то мне подходит Мерседес отлично Хорошо подходит и под цвет глаз, и под цвет туфелек Но будем делиться Очень жаль Ну хорошо, пилите тогда Пилите машину эту прекрасную пополам Не будем пилить, не будем пилить и даже разбирать не будем Мы выставим ее на аукцион, она продастся, деньги поделятся И будем дальше искать каждую свою половинку Или, скажем так, оценивается автомобиль И если он так нравится, и его цвет, и диски, и салон То вы можете его по остаточной стоимости Что вы купите у меня? Ну знаете, Денис, я вот хочу сказать вам другое Все-таки я тоже приведу свидетелей Которые подтвердят, что вы приходили ко мне лишь чинить кран Ну, то друг, то кран Я думаю, что друга, который специалист в сантехнике В сантехнике не ездит в Однодиориатическое море И в Египет на протяжении трех месяцев по два раза А вы что, хранили билеты или что? Я все хранил, я билеты хранил, я чеки хранил Я очень запасливый молодой человек Совместные фотографии, надписывал, когда это было Я очень романтичный Да, ну что ж, убедили В принципе, ну, хочу сказать, Денис, что Все-таки половина-то мне достанется, этого Мерседеса К сожалению, да, вот если бы я знал бы про ваши коварные планы И о своем таком ужасном характере, который не подходит Я бы, конечно, на тебя уже не оформлял Денис, ну тогда я бы поступила точно таким же образом Я собрала бы массу доказательств о том, что мы все-таки с тобой жили, как одна семья Я помню, как бабушка Маша пришла к нам за солью Я в это время готовила тебе, Денис, завтрак, яичницу с беконом А ты еще спал в нашей единственной кровати В нашей квартире больше нет спальных мест Это все было бы доказательством того, что мы жили одной семьей А также бабушка Валя, консьержка, докажет, что я каждое утро выгуливала твоего жирного кота Чтобы он хорошо подышал воздухом перед рабочим днем, когда он сидит закрытый в квартире Это все бы также стало доказательствами И фотографии, и все, и все, и все А соответственно, я бы поступила по твоему совету Мы поделили бы все имущество пополам Маленькая ремарочка Во-первых, я же все-таки друг, который чинил сантехнику Я просто часто ее чинил Но уходим от этого И есть еще третий вариант Переписываем автомобиль, когда при первичной продаже на маму или на папу Кошмар, вот везде найдете вы лазейки, да? Но я скажу так, Денис А вот предположим, если бы мы не были с тобой расписаны Но у нас были дети, совместные дети в нашем гражданском трехмесячном браке Да, я забеременела Или, допустим, мы прожили бы больше И у нас родились бы дети И что? Машина на маме, квартира на маме А мы разошлись, соответственно, делить нечего И я должна детей возить в детский сад на трамвае Исходя из всего изложенного Трехмесячный срок маловато Ну, конечно, я понимаю, это пример Поэтому еще подождем Во-первых, еще непонятно, от кого забеременела Это у нас есть для этого специальная операция Которая позволяет определить, от кого был зачат ребенок Признание отцовства Процедура очень длинная Поэтому это отдельная история, наверное, для следующей передачи Я считаю, что стать отцом Это вообще сейчас не проблема Каждый может стать отцом А вот стать родителем Достойным примером для своего ребенка Это уже большая задача Которая не под силу каждому Поэтому таких отцов нужно непременно лишать родительских прав Это мое глубокое убеждение И для того, чтобы их лишить родительских прав Нужно то, о чем мы поговорим в следующей программе Хорошо, давай тогда подведем итоги сегодняшней программы О разделе имущества в гражданском браке И о его отличии от юридически оформленного Гражданский и юридический брак имеют одинаковую силу Имущество, нажитое в браке совместном Как в гражданском, как и в юридически оформленном Имеет одинаковую силу И делится равными долями между участниками данного мероприятия Поэтому аспект абсолютно законный Что тот, что тот Единственная разница Что там в паспорте И при покупке какой-либо недвижимости Надо спрашивать у своего супруга или супруги Дает он справа разрешение купить Согласие, да Или не дает И точно так же и продать Поэтому я считаю, что гражданский брак для мужчины Он более комфортабелен Потому что не надо спрашивать ни у кого разрешение Покупить, продать и так далее и тому подобное Это излишки То есть, ну, опять-таки А я считаю, что не надо учить плохому Я думаю, пусть каждый поступает по совести И по зову своего сердца И если человек влюбился И он берет на себя ответственность То будь добр, поставь штамп в паспорте Девушки однозначно при меня посчитают Джона ненавистником Но тем не менее я защищаю мужчин Я подсказываю, как им правильно себя вести Чтобы их не обманули Чтобы это все решить не на уровне непонятно какого А на уровне судебного То есть, все, что говорится Это все можно подготавливать И нести документы в суд На основании этого получать решение суда Делить имущество на основании суда Единственное, что это неприятные моменты психологически Но это все решимо Вот так Ну, все Мы закончили моделировать наш с вами трехмесячный брак гражданский Поделили с вами в нем Мерседес Это может быть что угодно Это может быть квартира и другая недвижимость Даже кошка Даже кошка в бедном боже А что с кошкой, Денис? Как с кошкой? Как ее поделить? Продать с аукциона Но это она должна быть, наверное, дорогой Чтобы был смысл ее продавать Или она будет кому-то должна быть дорогая И тот получит отступные Это была программа Муж в законе На интернет-радио Магнолия Мой соведущий Правозащитник Денис Бессарабов И моя великолепная ведущая Кристина Селянская Смотрите запись нашей программы На сайте Магнулии ТВ В разделе радио До свидания До свидания Муж в законе